Чистому и обновленному новощепному ряду пока не быть. Желающих реконструировать одну из самых запущенных улиц города не нашлось. В тендере на капремонт улицы остался только один участник, известный в Одессе Росдорстрой. Трескую компанию не допустили к торгам. Ее заявку отклонили. Очевидно, что теперь реконструкция затянется, хотя начать ее планировали буквально через несколько дней. Реконструкция откладывается. Одну из самых неблагоустроенных и даже трущобных улиц Одессы новощепной ряд обещали закрыть на капитальный ремонт в феврале этого года. Для этого был объявлен тендер, на котором должны были определиться с подрядчиком работ предварительной стоимостью 160 миллионов гривен. Но тендер провалился из-за отсутствия конкуренции. Ведь в нем участвовала всего одна компания. А по законодательству в электронном аукционе должны принимать участие как минимум две компании. Поэтому когда начнут приводить новощепной ряд в порядок, неизвестно. Эта улица за десятки лет окончательно деградировала. Дорога усеяна ямами, завалена мусором. И здесь благополучно процветает стихийная торговля, антисанитария и криминал. В связи с тем, что один участник отклонен, идет время на возможность обжалования этого процесса для него. Поэтому, как тщательный результат, можно сказать, через 10 дней. В связи с тем, что не соответствует документам одного из участников, тендер под угрозой, которая не состоится. Дальше закончится процедура этого тендера, так как отклоненный участник имеет право подачи на обжалование. Там будет объявлен, повторно будет объявлен тендер. Капремонт предусматривает обновление дорожного покрытия, замену трамвайного полотна и обустройство пешеходных тротуаров. Кроме того, подрядчик должен заменить телекоммуникационные, все инженерные сети. Также есть перспектива сделать новощупной ряд двусторонним.